Хабаровский край может получить дополнительные средства из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом было заявлено во Владивостоке на заседании Совета при полпреде Юрии Трутневе. С подробностями Антон Петрович. Программа развития Дальнего Востока была принята в прошлом году во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Общий объем финансирования около 54 миллиардов рублей. Средства выделяются по заявке от каждого региона с помощью так называемой «единой субсидии». От момента выделения средств до получения их в край проходит два месяца максимум. А раньше мы с начала года и до конца года иногда не могли получить деньги, которые уже обозначены. Хабаровский край в рамках программы получит 11 миллиардов рублей. За счет этих средств будут построены, например, дворец «Самба» и противотуберкулезный центр в Хабаровске, бассейн в Чикдамыне и больничный комплекс в Комсомольске. Всего 14 объектов по всему региону. Одно из главных условий программы – средства должны быть освоены в срок. Как было сказано на совете при полпреде, если этого не будет сделано, финансирование из одного региона может быть перенаправлено соседям на строительство дополнительных объектов. Это Чукотка, Хабаровский край, Камчатка. Они сказали, что не готовы в этом году выполнить больший объем работ. Вот если где-то будут задержки, то эти субъекты в первую очередь получат средства. Единственный проблемный объект в Хабаровском крае – это больничный комплекс в Николаевске-на-Амуре. Конкурс на строительные работы объявлялся уже три раза, но подрядчик так и не нашелся. Губернатор Вячеслав Шпорт говорит, что это связано со сложной логистикой. Доставить строительные материалы на север-крае можно только по реке. Это и отпугивает подрядчиков. Чтобы решить эту проблему, правительство края готово предоставить строителям преференции и льготы. Антон Петрович для программы Новости.